Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня у нас с вами Мокбанг с роллами. Как же я их хотела. Давненько не было, так что решила исправить ситуацию. В общем, здесь у нас Калифорния, Филадельфия и запеченные роллы. Шапочка мне особенно нравится, давненько шапочкой не было. Вот, мы с вами начинаем кушать. Я также сегодня снимаю для вас влог, поэтому, наверное, сегодня будет три видео. Три видео, представляете, я вообще с ума сошла, видимо. Вот, как-то так. Так, где мои палочки? Ребят, сегодня в инстаграме мне написали сообщение в директ. Одна девочка, и она вроде бы не хочет меня обидеть, но ей очень интересно, куда деваются мои деньги. Она написала мне сообщение, я сейчас его читать не буду, потому что это будет очень долго. Я просто вкратце вам расскажу ее вопрос и постараюсь ответить, чтобы все поняли. В общем, этот вопрос относится к вопросу денежному, да. Ей очень интересно, куда же деваются мои деньги, если я столько работаю, столько снимаю. А еще у меня плюс есть своя работа основная. Очень вкусно. И вот вопрос заключается в том, что куда я деваю деньги? Я покупаю вещи, как она выразилась, дешманские, а я хорошо зарабатываю, как она посчитала. Почему так происходит? Я решила все-таки ответить на этот вопрос. Вот. Потому что частенько я вижу подобное сообщение. И изначально я просто не понимаю, зачем люди задают такой вопрос, потому что лазить в чужом кармане, как минимум, неприлично, некрасиво задавать такой вопрос. Но это ладно, это опустим, да. Если человек задает уже этот вопрос, значит для него это нормально. Девушку зовут Лера. Может быть, Лера посчитала, что я зарабатываю около 5 тысяч, 7 тысяч долларов. На самом деле это не так. Плюс еще такой момент, что я никак не завишу от своих родителей. Наоборот, я помогаю своим родителям. Когда я начала более-менее зарабатывать, я сразу сказала маме, уходи с работы, я сама буду нас обеспечивать. И все коммунальные услуги, любые продукты, все что угодно лежит на мне. Я считаю, что это нормально. Ненормально, когда наоборот дети покупают себе, например, сумки Дольче Габбана, к примеру, да, а мама у них работает где-то на заводе и нуждается. И это их зарплата, например, трехмесячная. Дочка идет и отдает за одну сумку. Просто на понты. Просто, чтобы такие люди, как вы, не спрашивали у нее, почему она носит дешманскую одежду. Ты сравниваешь меня с миллионниками. То есть ты думаешь, что я зарабатываю столько же, сколько, например, просмотры могут быть такие же, но бьюти-блогеры, например, да, с такими же просмотрами зарабатывают гораздо больше, в разы больше, потому что существует такое понятие, как прямая реклама. И она у них очень дорогая. Это не как у меня. Инстасторис стоит 800 рублей. Так что как-то так, ребят. Я считаю, что это не стыдно не иметь что-то. Стыдно строить из себя кого-то. Так что я не стыжусь этого. Я показываю вам в инстаграме, например, супер дешевые вещи, которые я купила на распродажах. И я это показываю не с той мыслью, что посмотрите, какая я бомжиха. Нет, возможно, вы тоже хотите что-то на скидках прикупить, увидите у меня, и что моя история была для вас полезной. Очень вкусно. Просто обалденно. С шапочкой вообще бомба. Я прям конкретно соскучилась по роллам. Мне иногда такое бывает. Иногда бывает, я закажу прям огромный сет. Сняла мукбанг, а потом они у меня лежат, и я вроде не хочу. Но когда я долго не ем, у меня прям кайф. И давайте поотвечаю на вопросы. Сегодня мы будем обсуждать деньги, поэтому я здесь нашла такой вопрос. Айка, как ты относишься к тому, что мужчина просит счет 50 на 50? Я так поняла. Девочка имеет в виду, когда вы идете на свидание, вы платите за себя, мужчина платит за себя. У нас такое не канает. Не то, что не канает. Мне кажется, мой парень никогда в жизни не согласился на это. Если бы даже я сказала, давай я тебе помогу, я заплачу, другу тебя нету. Для него исчезнет оскорбление. Вот. Он вообще может на это очень плохо отреагировать. У него немного другое воспитание. И у меня тоже. Мой брат, например, всегда платил, всегда, всегда платил за своих девушек. Покупал что-то им. У нас просто так повелось. Ну так, так принято просто. Что мужчина платит. Мы настолько привыкли к этому. Что для нас немножко это дико. Мы даже когда в универе учились, мы шли куда-то в кафешку. Нам парни не давали заплатить за себя. Так что, все зависит от того, где вы живете и как вы воспитаны. Если бы я жила бы, наверное, где-то в Европе, для меня это было бы нормой. Но на данный момент для меня это очень дикость. Очень вкусно. Ребят, вы не поверите, но после того, как я сделала губы, у меня Face ID не открывается. А, вот открылся. То есть открывается через раз. Не знаю, почему так. Наверное, он не узнает меня. Телефон думает, дорогая моя. По-моему, это не ты. Раньше прям вот моментально, за секунду открывался. Сейчас прям он думает, такой присматривается. Ты не ты, ты не ты. Айка, почему не делаешь маникюр в салоне? Ведь, наверное, тебе предлагают за бартер. Да, девчонки, реально мне предлагают. Очень часто, если вы мастер маникюр мне пишете и видите ошибки в моем маникюре, вот. Я как бы не хочу за рекламу делать ногти, потому что мне удобнее делать самой. Это не в целях экономии делается. Вот. Мне удобно, мне нравится. Я включаю какой-то там, не знаю, сериал, какой-то фильм. Начинаю медленно там пилить, смотреть. И, не знаю, мне комфортно, мне нравится. Это как-то, знаете, как некоторые люди в свободное время рисуют. Вот я тоже занимаюсь чем-то творческим. Сегодня, например, я себе буду делать педикюр. Я, наверное, весь процесс снимать не буду. Я просто сниму до и после. И покажу вам во влоге. Ногти еще, думаю, по идее уже тоже надо делать коррекцию. Например, я делаю в салоне. Мне нужно доехать до салона. Потом приехать. Мне нужно накраситься, собраться и так далее. Это все потеря времени. А для меня время это мой главный ресурс и самый дорогой ресурс. Поэтому я сама делаю. Вот интересный вопрос. Любишь ли ты новорожденных детей? И что бы ты сделала, если бы тебе подкинули младенца? Честно, не знаю даже, что бы я делала. Но я бы, наверное, не хотела, чтобы такое со мной произошло. Я когда была маленькая, я вот реально мечтала, что нам подкинут малыша. Я буду для него мамочкой. Где-то в фильме я такое видела. И вот у меня была кукла. Я за ней сначала ухаживала. Потом у меня был котенок. Я его клала в колыбельку. Я просто из него сделала конкретного ребенка. Молоко из соски. Из такой штуки. Но сейчас я повзрослела. И я понимаю, что ребенок это большая ответственность. Тем более чужой ребенок. Я еще не готова к детям. Я считаю, что мне еще рано. Хотя моя ровесница есть, кто уже вышли замуж и уже есть дети. Ребята, очень вкусно. Я смотрю на своих, на свою точнее, одногруппницу, у которой уже есть ребенок. Пока что только одна обзавелась ребеночком. И понимаешь, что я пока что не готова. Вообще, ребят, я наелась. Здесь остался один такой ряд. И два ролла. Филадельфия. Я сейчас смотрю на себя. И фольга так классно отсвечивает. Сейчас у меня появилась идея сделать фотографию для инстаграма. Чтобы вот так вот фольга отсвечивала. И было ощущение, что я сделала фотографию где-то в профессиональной студии. В общем, на этом все. Всем желаю приятного аппетита. Всем!